Всех приветствую на своих Яндекс, Рутуб и Ютуб каналах за окном. Пятница, 12 мая. И сегодня мы с вами поговорим о таком жителе нашего огорода, как крот. Еда – это одна из главных причин появления кротов в огороде и в саду. Разработанные культурные земли богаты различными вредителями. На листьях траве и земли, и в толще грунта селятся насекомые, личинки, куколки. Рыхлый грунт проще рить, и в нем много дождевых червей, любимой пищи крота. Кротова шубка имеет уникальное свойство. Ее ворс растет прямо, не в какую-то определенную сторону. Это позволяет кроту легко двигаться под землей в любом направлении, а ворс свободно ложится как вперед, так и назад. Сам по себе крот не вредитель, он даже во многом помогает. Поедает слезняков, личинок насекомых, в том числе и медведок, и даже не брезгует поеданием взрослых особей насекомых. Также он своими ходами вентилирует почву, тем самым улучшая ее свойства. Однако своими туннелями он не только помогает, но и сильно пакостит. Корни растений, находящиеся в тоннеле крота, не контактируют с землей, и таким образом не получают питания, вследствие чего погибают. Кроты копают систему подземных тоннелей всю свою жизнь, периодически поднимаясь на поверхность земли, выталкивая рыхлую почву из своего подземелья, тем самым проделывая вентиляционные ходы. Особенно большая куча земли выдает место, где крот отдыхает. Это его дом. В промежутках между питанием крот спит в гнезде, свернувшись в клубу. Голодным крот может оставаться не более 14-17 часов, после чего он умирает. Зрение у кротов очень слабо, у некоторых видов глаза закрыты кожей, но зато хорошо развитое боняние и осязание. Брать кротов в руки не стоит, это достаточно агрессивные животные, которые могут укусить или поцарапать. В следующую пятницу поговорим о том, как бороться с нашим подземным соседом. Подписывайтесь на канал. Всем пока и удачи!